Всем привет! С вами Леся и это канал о вязании. Сегодня я поделюсь с вами своим опытом участия в марафоне, в совместном проекте о вязании. Опыт у меня небольшой. Я участвовала в марафоне вязания за стеклом. Если вам интересно узнать мои впечатления вообще о марафонах и об этом марафоне в частности, узнать, что я думаю, какие у меня впечатления, буду ли я участвовать снова, то оставайтесь со мной. Итак, начнем. Я участвовала в марафоне вяжем за стеклом или вязание за стеклом. Всегда путаю, как правильно его называют. Этот марафон отличается от многих тем, что, ну, во-первых, он новый, там был всего первый сезон, так скажем. И создатели обратили внимание на то, что это будет такой очень демократичный марафон. Во-первых, он без жестких оценок, там в каждом этапе нет баллов, а просто спонсоры поощряют тех участниц, чьи работы им понравились. Там не было никакого жесткого отбора, все, кто хотели участвовать, могут поучаствовать. Возможно, это еще связано с тем, что марафон новый, может себе это позволить, потому что, когда марафон уже с каким-то громким именем, там, наверное, столько претендентов поучаствовать, что без конкурса, увы, никак. Иначе просто организаторы не следят за всеми. Хотя и вяжем за стеклом, организаторы большие молодцы, потому что участников было много. Я вообще не представляю, как можно пересматривать такое количество видео, работ, делать оценки, еще снимать отчетные видео. Молодцы, девчонки! Ну, так вот, видео вряд ли будет коротким, это будет такое длинное болтологическое видео. Я вам покажу сегодня те работы, которые я вязала. Первый этап я пропустила. Я узнала об этом марафоне только на втором этапе, и даже на втором этапе меня приняли, я была очень рада. Задание второго этапа было такое гастрономическое, это была тема вяжем со вкусом, и я вязала комбинезонку-уничку. Обо всех отчетных видео, всю информацию я оставлю внизу. Так вот, вязала я комбинезон. Впоследствии те элементы, которые говорили о том, что это клубничка, отвалились, потому что у меня были такие накладные бусинки, наклейки. В общем, они бы даже держались, если бы Алена их не грызла. Хотя после первой стирки отвалились бы точно. И я даже не стала заморачиваться, что-то придумывать дальше. Мне нравится этот комбинезон и таким. Единственное, что у Алены из него выросло, поэтому я хочу распустить изделие снизу. Тут немного. И штанишки перевязать заново. Второе задание, это было летний топ. Я связала топ. Я вам покажу какой, вставлю картинку. Мне он очень нравится, сзади такая ажурная полоска. Неплохо сел, но у меня остались еще моточки, пряжи. И я подумала, что он мне вообще так понравился этот топ. Я решила, что было бы идеально носить его и зимой тоже. И поэтому я перевязала рукава. Сделала рукава три четверти. Я распустила опять же вот так снизу и довязала. Мне так нравится даже больше, ношу с удовольствием. Топ очень нравится. Следующее задание было морская тема. И я связала вот такой топ, который сейчас на мне. Тоже постараюсь снять кадры, как он смотрится со всех сторон. Тоже я его люблю, правда, этот топ я не успела довязать. Точнее как, в отчетном видео я выложила его еще мокрым, висящим на мне, с незаправленными кончиками. Поэтому выглядел он, ну, плохо он выглядел. А после того, как работа была завершена, изделие нормально перестирано. Мне очень нравится топ, прекрасный топ. Ну, предпоследним заданием была подушечка. Подушка вообще моя любовь. Ее, правда, надо уже постирать. Кошка надругалась над этой подушкой. Вот так она выглядит. Я уже говорила, что эта подушка мне очень нравится, но в попыхах я сделала здесь просто крючки, а по идее, ну, в идеале сюда нужно сшить молнию. И последнее по счету, но не по значению. Это был комплект. Задание было идеальная пара, и комплект у меня был шапка, жаккардовые перчатки, ой, варежки. Итак, подытожу, что касается работ, которые у меня получились в результате марафона. Хотя все работы мне нравятся, буквально каждая из работ нуждалась в поправках после окончания этапа. То есть лично мне не хватало времени, чтобы сделать работу качественно, довести ее до ума за этап. Она выглядела даже более, ну, помимо вот шапки и варежек, они, пожалуй, у меня не нуждаются ни в какой доработке. Все остальное нужно было доделывать, переделывать. Я не знаю, как у остальных. Вот у меня такая ситуация. Что касается оценок. Здесь в этом марафоне не было баллов, но были, как я уже сказала, какие-то выборы жюри по поводу лучшей работы. Я практически согласна со всеми. Да что там практически, я согласна со всеми призами. И я считаю, жюри, судейство было честное. Да какое там судейство, это больше были какие-то призы зрительских симпатий или симпатий спонсоров. То есть каких-то конкретных оценок не было. Ну, немножечко мне, может, было грустно, потому что мои работы ни разу не отметили. Ну, в принципе, по понятным причинам, поэтому я как-то не расстраиваюсь. Если подводить итоги и говорить о том, вообще, нужно ли участие в марафонах, конкретно вам, мне, буду ли я принимать участие в марафонах, то я скажу следующее. Все зависит от ваших целей. То есть, чтобы получить удовлетворение от участия в марафоне, важно понимать, во-первых, ваши обстоятельства, во-вторых, цели, для чего вы хотите участвовать в марафоне. Почему? Потому что, если у вас достаточно свободного времени, и ваша цель завести новые знакомства, как-то проявить себя, развлечься, то марафон вам вполне может подойти, вы будете спокойненько выполнять все задания. Если вам не хватает вдохновения, то задание побуждает все-таки наше воображение как-то работать, выходить из зоны комфорта и делать что-то новое. Если же вы ограничены во времени, и к марафону относитесь не очень серьезно, и если у вас, например, еще есть работа, или множество других дел, то, возможно, марафон будет вызывать у вас некоторое раздражение, потому что вы не будете успевать. Те идеи, которые к вам приходят, вы будете понимать, что у вас нет на них времени, вы будете расстраиваться, поэтому, возможно, это не совсем для вас. Марафон – хорошая возможность заявить о себе. То есть, если у вас, как у меня, есть идея завести канал или привлечь внимание к вашей странице Инстаграм, то, участвуя в марафоне, у вас автоматически какое-то количество зрителей уже будет, хотя бы из тех, кто тоже участвует в марафоне, и это, несомненно, плюс. То есть, во время марафона, если вы помимо отчетных видео будете снимать еще какие-то интересные видео, у вас есть вполне возможность завоевать себе публику, какую-то аудиторию. Что касается меня, я благодарна марафону, что он мне помог делать какой-то старт для своего канала, но вот я отношусь как раз к той категории людей, у которых не было достаточно времени на каждый из этапов, и не было у меня из-за этого возможности проявить себя. То есть, по-хорошему, мне хотелось бы связать что-то более интересное, более стоящее, действительно, может быть, заявить о себе. Но были этапы, когда для меня вершающую роль играло вообще успеть, чтобы вовремя снять отчетное видео. Это немножечко грустно. Буду ли я участвовать в марафоне еще? Буду. Обязательно буду, но в следующий раз я уже подойду более осознанно к марафону. Я продумаю хотя бы примерно проекты. Дело в том, что я живу в городе, где не такой большой выбор пряжи, и достаточно я далеко нахожусь от крупных магазинов онлайн. Поэтому я как минимум неделю жду заказа пряжи, если заказываю. Поэтому, если я буду участвовать в следующем марафоне, я примерно хотя бы составлю какой-то план и закажу пряжу. Конечно, я понимаю, что, может быть, я несколько буду ограничена, ну, как минимум, сколько там будет этапов, например, там будет 4 этапа в этом марафоне, или там 5. Я попробую заказать 5 разных наборов пряжи, и потом буду из них выбирать, или что-то дозаказывать. Но как-то, мне кажется, если уж участвовать в марафоне, то мне хотелось бы в следующий раз участвовать как следует, хорошо подготовиться, постараться, чтобы у меня было в этот промежуток временной больше времени, больше возможностей, чтобы действительно проявить себя. Поэтому здорово, что марафоны есть. Мне кажется, это очень классно. Но чтобы в них не разочароваться, чтобы действительно от них не устать и получить удовольствие, важно выбирать, во-первых, марафон себе по зубам, во-вторых, учитывать свои обстоятельства, ну, и цели, что вы хотите получить, удовольствие, вдохновение, публику, возможность проявить себя. И тогда, я думаю, ваше участие в марафоне оставит только приятные впечатления. Я благодарна организаторам. Я благодарна организаторам за этот марафон. Спасибо, девчонки. Пишите, пожалуйста, в комментариях, какое у вас впечатление о марафоне, об этом или у других марафонов. Можете ли вы мне посоветовать какие-то особенно интересные марафоны. Я знаю только meet-to-knit марафон, и вот вяжем за стеклом. Больше никаких марафонов я не слышала, ну, может, потому что я и не искала особенно. Если вы знаете какие-то интересные марафоны, пишите внизу в комментариях. Если у вас был очень хороший, или наоборот, негативный опыт участия в марафоне, тоже пишите, что вы думаете о марафонах. Полезны они, не очень, бесполезны. Нравятся они вам, не нравятся, будете участвовать еще или нет, честные там оценки или нечестные. Я с интересом буду читать ваши комментарии. Ну и на этом я с вами прощаюсь. Спасибо за внимание, и всем пока!